Приветствую вас, как видится мне, ваше состояние тревожное, связанное с потерей контроля. То есть вы по сути потеряли контроль, вот, в этой ситуации, ну вот, которая произошла. Потеряли контроль и плюс, наверное, боитесь каких-то определенных последствий. Вот, то есть вы проявили слабость, вы чувствуете себя беспомощной, а возможно именно этого вы боитесь. Возможно именно этого вы боитесь. Боитесь того, что вы будете слабой, беспомощной и значит, ну, видимо, по вашему мнению, никому не нужно. Может быть, конечно, есть какие-то и другие причины, не обязательно только это. Но, совершенно очевидно, что исходить нужно именно из того, как вы вообще живете. Так вот, вам 21 год, да? А... Значит, ну, я вас не обвиняю, ни в коем случае, ни в чем. Но, то, что вы поскользнулись и упали, скорее всего, говорит о том, что вы спешили. Вот. Ну, куда-то, куда-то, ну, торопились и так далее. Вот. Ну, а, соответственно, торопились, вы боялись не успеть. Это означает незамечание мелочей в жизни. Вот. Ну, и, соответственно, тревога связана с тем, что ваше подсознание как бы говорит вам о том, что бы вы замечали мелочи, что бы вы не обесценивали какие-то вот маленькие моменты, именно маленькие по размеру, но не менее важные по смыслу. И тогда вы не будете ничего упускать, как вот в случае с этой ситуацией, вы уже что-то упустили, подскользнулись и упали. Вот. Опять же, потому что спешили и... или недостаточно были внимательны. Вот. Другое дело, что подобной, подобной жизнью вы можете жить не случайно. То есть, у подобной жизни может быть, могут быть основания... Какие, конечно, сказать сложно. Может быть, вас сегодня беседе, может быть, вы боитесь обращать внимание на мелочи, потому что это, по вашему мнению, может подорвать, ну, либо ваш авторитет, либо что-то ещё. Вот. Тут, конечно, нужно разбираться и смотреть, но тем не менее. Тем не менее. Вот. Своего вопроса вы никак... Вопроса вы никакого не задаёте. Эм... То есть, ну, кроме того, что тревожное состояние у вас. Эм... Вот. Я рекомендую... Рекомендую вам... Эм... Вот. Попробовать... Позволить этому тревожному состоянию быть... Быть с вами. Быть рядом с вами. Быть у вас, если угодно. Вот. Вот. То есть, позвольте этому состоянию... Эм... Ну... Скажем так... Себя проявить. Да? Позвольте этому... Этому состоянию... Эм... Захватить вас. Вот. Чтобы прям... Вы почувствовали, как оно... Это состояние, да? Обволакивать вас. Я уверен, вы... Увидите... И довольно быстро... Причину того... Что вас тревожит. Либо это... Ну, может быть, это... Страх... Смерти, конечно. Вот. Ну, со страхом смерти. Это вообще отдельная тема. Да? То есть... Я бы её... Не касался бы... Так вот... Эм... Ну, ну, вот в таком... Эм... Формате. То есть... Её всё-таки... Лучше... Обсуждать... Эм... С вами. Да? Лучше... Как-то вот... В процессе... Эм... Беседы... На эту тему... Говорить. Опять же, если у вас есть желание. Ещё почему-то у меня появилось такое ощущение, что... Вы довольны одиноки. Вот я не знаю, почему у меня... Такое чувство возникло. Вот. Но... Почему-то я... Я подумал, что вы одиноки. Вот. Ну, не знаю, может быть, вы скажете, что вы не одинокая. И я вам... Конечно... Поверю. Вот. Но здесь скорее речь не о... Эээ... Не о физической... Составляющей... Одиночества. А... Речь скорее... О... О... Духовности. Вот. И... Если вы... Действительно духовно одиноки, то... Ну... Соответственно... Нужно... Будет... Тогда... С этим... Что-то делать. Вам нужно... В таком случае... Может быть... Как-то... Как-то... Налаживать... Значит... Более... Каче... Более... Глубокие... Качественные связи... С людьми... Чтобы... Ну... Чтобы... Не быть одинокой... Чтобы как-то вот... Более... Близко взаимодействовать... С людьми... Вот... Ну и так далее... Может быть имеет смысл... Пересмотреть... Да... Эээ... То... Как вы общаетесь... С... Другими людьми... Вот... Ну... То есть это... В любом случае... В процессе беседы... Можно разобрать... Вот... Пока что... Я рекомендую... Вот... Обратить внимание... Именно на... Чувства... Ваше... И... Поиследовать его... Его... Не подавляйте... Да... То есть... Тревожитесь... Тревожитесь... Боитесь чего-то... Значит... Хорошо... Позвольте этому быть... То есть... Позвольте этому страху быть... Он есть... Тревога, страх есть... Вот... Соответственно... Что за ним... Вот вопрос... Что дальше... Вот вопрос... Ну... А... Понятно, что... Что за ним будет... Ясно только если вы... Позвольте ему раскрыться... Вот... А... На этом всё... Надеюсь, что помог вам... Если у вас остались... Вопросы... Дополнительные... Вы можете... Задать мне их в личку... Я буду рад... Помочь... Вам... А... Если вам... Понравился мой ответ... Буду благодарен... Если вы... Сделаете его лучшим... А я вам желаю всего... Самого доброго... И удачи! Спасибо! 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 Спасибо!